ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Киров оказался в конце списка российских городов по качеству дорог. Оценивали их сами люди в ходе опроса, проведенного порталом Суперджоп. В исследовании поучаствовали жители 37 мегаполисов с населением более полумиллиона человек. Меньше всего нареканий получили дороги в Тюмени, Казани и Москве. Больше всего в Новосибирске, Рязани и Иркутске. Наш город занял 32-ю строчку. ТРАССА СТО ОДИН Россияне накануне зимы заметно уменьшили траты на свои автомобили, сообщает Автоньюз. Речь не идет о расходах на топливо. Имеется в виду, например, посещение автомоек, снижение на 11%. Автосервисов почти на 50%. Даже продажи незамерзающей жидкости для стеклоомывателя упали наполовину. В плюсе небольшом оказался разве что рынок автомобильных шин. Средний ценник комплекта шипованной резины зафиксировался на уровне 15 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН МВД утвердило небольшие изменения в водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства. Наименование первого теперь должно печататься на трех языках – русском, французском и английском. В свидетельстве должна указываться мощность двигателя. Впрочем, она там присутствует и сейчас. Что касается паспорта, то его надо дополнить сведениями о числе сидячих мест и технически допустимой массе. Менять документы необходимости нет. ТРАССА СТО ОДИН Лада Веста и Лада Икс Рей получат цифровую приборную панель. Она сообщает, издание «За рулем» будет предлагаться как дополнительная опция. Минимальная стоимость в районе 40 тысяч рублей. Интересно, что операционную систему для виртуальной панели создали тоже в Тольятти. Она якобы стабильно работает при температуре воздуха почти до минус 40 градусов. Продажи стартуют в следующем году. ТРАССА СТО ОДИН На этом все. Вопросы и комментарии. Оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова